Мы приехали, чтобы победить! Эй, чтобы победить! Эй, чтобы победить! Фанаты Спартака, как и обещали, наделали в уральской столице шума. Чтобы громко заявить о своей команде, колонна болельщиков пошла к стадиону пешком и с песнями. И все же группа поддержки краснобелых вела себя сравнительно тихо. В отличие от шествия ЦСКА. Это обошлось без пиротехники. Поэтому полиция не вмешивалась. Стражи порядка лишь сопровождали приезжих. Но у соперников москвичей местного Урала поддержка исчислялась тысячами голосов. На центральном стадионе вновь нет свободных мест. Воодушевленные премьерной игрой в элитном дивизионе с армейцами, екатеринбургские болельщики ждали продолжения банкета. Если Урал покажет свою лучшую игру, как бы это было в матче против ЦСКА, то у него есть шансы зацепиться с очки. Я в это верю. Однако на этот раз зацепиться было не за что. У уральцев в атаке решительно ничего не получалось. А нет ударов, нет голов. Тем более, что соперники не только держали свои ворота на замке, но и наступали, не давая екатеринбуржцам передохнуть. Сразу после перерыва они открыли счет. Не хватило командной скорости, вот именно перехода от обороны к атаке. Так были во втором тайме какие-то проблески, но этого мало для того, чтобы взломать оборону Спартака. После пропущенного мяча уральцы едва не восстановили равновесие. Но Спартаку Гогневу не хватило буквально пары шагов, чтобы огорчить своего столичного тезку. А вот гости своего шанса не упустили. Обидно в этой игре, что получили необязательные голи. Не из передуманных каких-то, а просто из-за... Ну, суббор какой-то, выбьем, не выбьем. Два обидных гола, можно так сказать. Впрочем, тренеры Спартака после матча рассыпались в комплиментах уральскому клубу. Мол, новички в премьер-лиге играли на уровне. Москвичам пришлось попотеть. Сложно взломать такую массированную оборону. То есть, это было видно, ну, допустим, даже там... Рубин десятером в Кубани было сложно ее взломать. То есть, за счет стандарта только взломали. Ну, это только не наша проблема, вернее, не только наша проблема, по-моему, любой команда. Ну, кроме Барселоны. А вот с болельщиками у команд проблем не было. Несмотря на опасения, игра прошла спокойно. Лишь однажды на трибуне подожгли дымовую шашку. Радость и разочарование фанаты выплескивали уже на улицах. 47 человек завершали уикенд в полицейских участках за нарушение общественного порядка.